Татьяна Пахомова не просто красавица, еще и умница. Ее результат по ЕГЭ 239 баллов. С таким ей открыты двери на десятки факультетов, а она штурмует вузы и рвется лишь на один. Буду подавать в пять вузов, уже подавав три, в ОГУ, АГАУ и в юридическую академию на Сынбурге. Также буду подавать в Самару и в Питер. Основной факультет это юридический. Таких влюбленных в юриспруденцию по-прежнему сотни. Конкуренцию могут составить лишь будущие экономисты, а теперь еще и дизайнеры. В ОГУ архитектурно-строительного все две недели живая очередь. Конкурс уже три человека на место. Мечта стать архитектором, строить. У нас такой красивый город за последние пять лет стало. Нам нужно больше его, не останавливаться, развивать дальше. Само руководство госуниверситета напоминает, развиваясь надо не только это. Не первый год крупные предприятия заказывают вузу инженеров транспортной сферы и машиностроительных отраслей. Для поступающих это гарантия трудоустройства. Нам хотелось бы, конечно, чтобы на эти факультеты машиностроительный, аэрокосмический институт, транспортный факультет, факультет информационных технологий, чтобы абитуриенты обратили внимание именно на эти направления подготовки. Эти направления подготовки, безусловно, будут востребованы в будущем. В Аграрном университете подобные призывы вроде как услышали. Факультеты, бывшие некогда почти аутсайдерами, в этом году неожиданно вырвались в лидеры. В этом году нас очень радуют те абитуриенты, которые отдают предпочтение именно инженерным направлениям подготовки. Никогда такой динамики, такой востребованности не было, как в этом году. Но все-таки, наверное, реалии дня абитуриентам подсказывают, какие направления подготовки нужно выбрать для того, чтобы в дальнейшем быть востребованными на рынке труда. Однако тех, кому реалии не указ, хватает и здесь. Одним из самых востребованных остается экономический факультет. Аргументы у абитуры железные. Перспективные сейчас в наше время, это профессия, большая заработная плата. О бесперспективности таких перспектив на Оренбургской бирже труда могут говорить часами. В этом году через руки местных специалистов прошли 24 тысячи вакансий. И искали работодатели вовсе не менеджеров и юристов. 70% из этих вакансий по рабочим профессиям. То есть работодатели ждут каменщиков, плотников, штукатурок, маляров, ждут пекарей, кондитеров, машинистов различных. А еще электромонтажников и воспитателей детского сада. Пока работодатели отчаянно ищут всех этих специалистов, на биржу труда в поисках новых вакансий каждый день приходят не нашедшие себе применения экономисты и юристы. Екатерина Киселева, Вадим Ичаев. Наше время.